С начала года в Тверской области в полтора раза уменьшилась площадь лесных пожаров, а их количество сократилось в три раза. Это стало возможным благодаря созданной Верхневолжье комплексной системе защиты лесов от пожаров. Как велось наблюдение за лесными возгораниями, рассказывает Наталья Чекет. В пожароопасный период за лесами Верхневолжья следили с Земли и космоса. Специалисты проводили наземное и авиационное патрулирование, а также вели видеомониторинг. Камеры стоят в наиболее пожароопасных местах нашей области. Мы взяли статистику за последние 10 лет, посмотрели, где больше всего пожаров и туда поставили камеры видеонаблюдения. Она в автоматическом режиме идет в патруле на 360 градусов, автоматически выявляет дым и идет сигнал диспетчеру, что увидим дым. В этом году для дистанционного обнаружения лесных пожаров в регионе установили дополнительно 40 камер. Их приобрели за счет средств областного бюджета. Таким образом, за лесами Верхневолжья постоянно следит 100 видеокамер. Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов. Они занимают более половины территории Верхневолжья. Мы рационально относимся к нашему природному богатству, уделяем особое внимание восстановлению лесного фонда. Площадь лесов Тверской области составляет почти 5 миллионов гектаров. Однако количество пожаров в Верхневолжье меньше, чем в других областях. В этом году в регионе ликвидировано 15 возгораний в различных муниципалитетах области. Их общая площадь составила почти 28 гектаров. Это на 30% меньше, чем годом ранее. К слову, все пожары в этом году были потушены в первый день. Мониторинг очень сильно помогает, потому что площадь Тверской области лесов очень большая. И леса довольно-таки далеко от населенных пунктов находятся некоторые. Все пожары были обнаружены в кратчайшие сроки. Соответственно, очень небольшие были площади обнаружения. И справились с пожарами в первый же день на небольших довольно-таки площадях. В 90% случаев причиной лесных пожаров становятся люди. В регионе в этом году дважды вводили ограничения на посещение лесов и въезд в них автомобилей. Это помогает, потому что люди у нас бывают не очень сознательные. Жгут костры и окурки кидают. И в такую погоду, очень жаркую, это, возможно, приводит к пожарам. По нацпроекту «Экология» удалось обновить и пополнить технический парк лесопожарной службы региона. Так, в этом году закуплены новый автомобиль повышенной проходимости, плуг, прицепной пожарный модуль и 20 радиостанций.